Театральная площадь с раннего утра одно из самых оживленных мест в городе. Тут проходит концерт, тут развернулась полевая кухня. Правда, немного богаче, чем солдатский паёк. Времен войны предлагают плов, чай и фронтовые 100 грамм. Хорошо сготовлено. Всё приготовили? Хорошо. Молодцы. Тут же, по традиции, в праздник Победы проходит выставка ретро-автомобилей. ГАШ-67, 43-го года выпуска. Полуторка ленингарная. 37-й год выпуска. Он эту машину купил как у бабушки, старую, разбитую, гнилую. Он восстановил вот эту машину. Много лет восстановил, восстановил. А вот эту машину он восстановил за 7 месяцев. Представляете? За 7 месяцев. И здесь практически процентов 50 у родное. Белоруссия празднует День Победы. Армения, Узбекистан, все эти страны к нам присоединятся. Ещё много-много стран тоже, я думаю. Ну что, Яна, ещё кто-нибудь есть у нас на очереди? Я хочу сказать, что обязательно будет перед ними поздравление. Ну а пока напоминаю, что, друзья мои, мы находимся справа от театра. Подходите, пожалуйста, в нашу полевую станцию связи. Всем обязательно дадим возможность пронести свои слова поздравлений. Третий год на театральной площади 9 мая работает полевая станция связи «Радио Победы» и ведущие радио Ника ФМ Александр Сорокин и Яна Миронова. Дети подходят, это тоже очень приятно. И молодые парни подходят, и, между прочим, с заготовленными стихотворениями тоже подходят. Вот не так давно подходила женщина и читала стихотворения. Даже сама написала, потому что у неё был листочек. Её почерком её написаны. В эфире звучат военные, патриотические песни и слова поздравлений. Поздравить калужан и близких с праздником может каждый желающий. Они не могут уже сейчас подойти в те места, которые действительно они могли бы сказать своё слово листочное. И дай Бог, чтобы они ещё долго жили, и давали нам пример, и были живым примером для того, чтобы вот как живые дети войны. Владимир Архипов, подполковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, переехал с семьёй в Калугу недавно. Это третий день победы в нашем городе. Тоже поздравил калужан с праздником. И вы знаете, после определённых событий, которые сейчас происходят в мире, то, что сейчас творится, посмотрите на Кирова, это идёт единение народа. Это очень хорошо, что наши дети, наши внуки понимают то, что в единстве наша сила. Россия была, есть и будет великой державой.